По западному примеру современное искусство комфортнее всего себя чувствует в промышленных, больших, свободных от каких-то архитектурных и технических ограничений пространствах. Поэтому появилось вот это место, где и началась жизнь Центра современного искусства «Винзавод». Конечно, главный герой здесь всегда будет художник. Что мы можем? Мы можем дать мастерскую художнику, мы можем дать ему грант, мы можем предоставить ему возможности для показа работ. Понять, каких еще форматов поддержки не хватает сегодня художнику, чтобы он крылья расправил, воспалил над всем этим, и мы видели большое разнообразное высказывание. И мы, те, кто на «Винзаводе», мы занимаемся именно отбором настоящих художников. Мы работаем с тем, чтобы отделять искусство от всего прочего, от того, что уйдет в какой-то шлак с течением времени. К сожалению, это так, и, к сожалению, это большинство. Чтобы попасть в пространство «Винзавода», необходимо уйти от площади Курского вокзала и пройти по Сыромятническому переулку и, собственно, свернуть в сторону «Винзавода». Эта дорога, она сейчас стала гораздо более благородной, чем когда-то, но это благородство появилось лишь за последние лет пять, потому что во все времена у сыромятников, у этой местности была дурная слава. Так было, конечно, не совсем всегда. Когда-то давно, вот в этой части, стали располагаться усадебные сады. Каскад московских усадеб. Весьма и весьма богатые люди здесь жили. Но потом, как вы знаете, случился пожар 1812 года, и после пожара 1812 года местность стала возрождаться, но с некоторой рода поправками. И в частности здесь появились так называемые производственные усадьбы. Замечательное красное здание, мимо которого мы сейчас будем проходить, чтобы попасть на проходное «Винзавода». Оно является основополагающим для «Винзавода». С него началась его история, потому что в это здание заехали предприниматели, которые решили, что на усаденной территории необходимо начать производить пиво и надо варить мед. В 20-30-е годы 19 века постепенно предприятие начало набирать обороты. И дальше на «Винзаводе» наступила следующая производственная революция, потому что был такой молодой предприниматель Василий Кокарев. И вот ему пришло в голову, что необходимо приобрести вот такое средненькое предприятие и вывести его на новый уровень. В этот момент в России люди начали пить вино. Вино начинает входить в повседневную жизнь москвичей. И здесь продолжили варить пиво, но параллельно с этим начали развивать производство вина из виноматериала, который поставлялся из разных солнечных регионов Российской империи. В 70-е годы, после того, как Кокарев в силу ряда обстоятельств был вынужден отказаться от большого числа активов, которые у него были, он продал этот завод. И уже акционерное общество отстроило большое число корпусов и, собственно, наладило на очень продолжительный период времени наладило работу винзавода. Потому что винзавод просуществовал в том виде, в котором мы к нему более-менее привыкли. С 1870 года до 2005 года в качестве предприятия, а уже дальше в качестве Центра современного искусства, при этом не изменяя своего облика. Тот проект, который был здесь реализован, проект приспособления к использованию в современных условиях, один из самых грамотных по отношению к производственным территориям в городе Москва. Задача сделать из этого хаотичного набора зданий и сооружений, построенных в разное время, с разными архитектурными особенностями, с разными особенностями своего предназначения и как следствие внутренней планировки. Сделать из этого единый организм, который позволит всем, кто сюда приходит и кто здесь работает, чувствовать себя комфортно, как в одной маленькой квартире. И, конечно же, нам очень помог наш архитектор, который сделал и запускал с нами этот проект Александр Бродский. Абсолютно точно это гений Бродского Александра сработал, архитектора. Была предложена идея это пространство максимально сохранить. Вот это восстановление этого пространства и приспособление под задачи современного искусства создаёт здесь очень интересную атмосферу. Она, с одной стороны, настоящая. То есть, действительно, когда вы оказываетесь на винзаводе, у вас есть вот это ощущение фабричности, что вы находитесь на некой фабрике. Эта история видна, она через, можно сказать, кирпичи передаётся. А с другой стороны, ну, вы видите, вот центр современного искусства, вот указатель на выставку. И вся топонимика винзавода, цех белого, цех красного, большое винохранилище и так далее, как раз и призваны тоже, опять же, по идее архитекторов нам напомнить о том, что здесь было. Глядя даже на фасады, по кирпичу мы можем с вами знать, что вот то, самая современная пристройка, это советское время, там дальше 1870 год, где-то здесь мы обнаруживаем подвалы сводчатые 1856 года. И вот эта вот многослойность, она стала возможна, и она вообще существует только благодаря вот этому нежеланию стирать что бы то ни было, чтобы было сделано до. Да, история фантастическая. Она начинается как раз с 2006 года, когда вот это всё, вот это пространство, которое сейчас такое благоустроенное, комфортное для всех, для нас, оно представляло себя руину фабрики белых и красных вин. Вот прямо в буквальном смысле. У половины здания не было крыши, затопленные подвалы, ящики с пустыми бутылками, заметим, этикетки по колено от этих бутылок и так далее. В общем, это было довольно мрачное место, и это были действительно задворки Курского вокзала. Здесь были сугробы вот такого размера, и одна машина, проезжающая раз два дня по Четвертому Сарамяническому, по которому мы сейчас видим, ходят огромные толпы молодых, активных людей. И, конечно же, ощущение, господи, неужели здесь вообще можно что-то сделать? Оно посещало меня, но желание это сделать было гораздо сильнее. Вообще вся деятельность винзавода состоит из двух блоков. Первый блок – это мы как арт-кластер, который расположен именно в этом месте, и наши резиденты, которые формируют это место. Вторая часть деятельности винзавода – это институция, которая в свое время, в 2008 году взялась ответить на огромное количество запросов, которые к нам первый же год жизни стало поступать, от тех, кто хочет связать свою жизнь профессионально с искусством. Я молодой художник. Что мне делать? Я заканчиваю институт. Как мне начать свою карьеру? А можно у вас сделать выставку? А как мне познакомиться с теми, кто потом будет меня развивать? Мы стали одним открытым окном для входа всех этих проблем, решились попробовать на них ответить. Таким образом появился фонд поддержки современного искусства «Винзавод», от лица которого в институциональном мы сейчас как раз и реализуем все наши программы поддержки. То есть это вторая сущность. Одна физическая, другая, с одной стороны, эфемерная, но реализующая как раз все основные программы, которыми мы занимаемся. Для меня, в первую очередь, современное искусство – это люди. Люди, которые ими занимаются. Люди, которые умеют по-другому ответить на вопросы, которые мы все себе задаем. И вот этот другой взгляд, вот это другое мнение на эти вопросы, они как раз мне крайне симпатичны. Можно бить в глаз, то есть это красивая картинка, можно бить в мозг, это когда какая-то идея, да. А вот современное искусство бьет в восприятие. Понятно, что много разных современных художников, и у них разные подходы. В любом случае, все мы, художники, вся вот эта армия, мы создаем некие новые прецеденты восприятия для людей, точки восприятия другие, непривычные. Чоро-квадрат и там Джоконда, и все, что вы любите или не любите, это все в одном находится, это все искусство. Поэтому почему современное искусство, актуальное искусство, будет красиво, точно работает, супер, взломодневно, но не искусство. А бывает, что какая-то фигня, но это и вот искусство есть. Меня интересуют сами произведения. Если я могу считать идею, и она будет как-то во мне отзываться, то такое искусство меня интересует. А современное оно или нет, вообще без разницы. Мне не важно, его сделали вчера, сегодня, 100 лет назад или 500 лет назад. Все эти ярлыки, они хороши только для восприятия людей, которые вообще не в курсе. Им скажешь, современный художник, они уже выстроят один образ. Скажешь, я художник уличной волны, они другой образ выстроят. Скажешь, я традиционный живописец, это будет совершенно третий образ. Хотя, по сути, человек может делать одно и то же. Пока я учился на инженера, я понял, что я художник, а не инженер. Потому что все это время я активно рисовал на улице. Само по себе граффити – это все-таки такая узконаправленная вещь. Это в основном копирование своего имени разными оригинальными способами. Смысловой нагрузки там, ну, по минимуму. Пустыня смыслов для меня. А в 2013 году где-то некое переносмысление произошло. Году к 2015 я уже придумал некого персонажа. Придумал для этого персонажа целую вселенную. И это стало основной конвой моего творчества. Я как художник постоянно придумываю какие-то истории про него, с ним, откуда он появился, кто он, что он делает, какая у него миссия, о чем это все. Он символизирует некий альтруизм и внутренний голос человека. Помощник, но не в материальном мире. Я художник, занимаюсь искусством. Почему-то есть люди, которые уверены, что я знаю, как карьеру построить. И мне регулярно это вопрос, да как вы этого добились, что ваши работы? Каким макаром это можно сделать? Как можно к себе выстроить интересы? Увлекайтесь мной, я делаю гениальные вещи. Кто-то рукоплещет, кто-то по-моему болевает. Всякое бывает. Мотивация для меня в любых проектах, это мой личный интерес и то удовольствие, которое я от них получаю. Для меня абсолютно не важно, это персональный проект, коммерческий. Если мне это интересно, я за это берусь и стараюсь выполнить задачу, которую я поставил себе сам. Я за честное искусство. Вот не декоративное, которое вот там, чтобы как-то так посимпатичнее было, а за честное. Когда художник создает работу, и он честен перед собой, он абсолютно точно знает, что он делает. Он не сомневается, он не пытается кому-то угодить, он, не дай бог, не выполняет заказ чей-то. Тогда это искусство, оно работает. Оно причем может быть там и абстрактным, но оно должно быть честное. Вот когда оно честное, оно работает, оно идет в связке со зрителем, и оно вне времени существует. Один из главных для нас и важных проектов — открытые студии Винзавода. Для участия в этом проекте проходит open call, куда художники подают заявки на то, чтобы принимать участие в течение полугода в работе в пространстве открытых студий, работать с тьютором, получать программу образовательную, ну и так далее. Ко мне поступило вот такое предложение стать ментором открытых студий. Так как я занимаюсь перформансом, то, соответственно, я ждала каких-то художников, работающих с перформансом на границах театра, кино и современного искусства. В этом большом пространстве предоставляется место. Художник может там прийти в любой момент, работать. Плюсом к этому есть вот этот некий зритель, который в любой момент может зайти. Главный такой навык для художников, один из важнейших — это вот рассказать о себе. По итогу мы получаем финальную выставку с вот этими отработанными проектами. Я очень люблю весь завод, и я благодарен им за то, что они предоставляют возможность вот молодым художникам в разных абсолютно формах делать выставки и делать перформансы. И именно вот это совместное начинание, которое мы сейчас делаем, этот маркет, наверное, он явился следствием того, что мы одинаково хотим помогать художникам и хотим, чтобы они имели возможность выставляться и демонстрировать свои работы в какой-то демократичной такой, не очень снобистской обстановке и без пафоса, и общаться друг с другом, общаться с гостями. В этом ведь завод помогает. Сейчас, в настоящий момент, я смотрю в заливную горловину цистерны, которая располагается подо мной, и подо мной, ну, где-то порядка девяти метров. Вот эти тяги, которые мы с вами можем обнаружить на стенах, показывают нам некоторые большие объемы. Здесь когда-то находились резервуары, куда помещался, собственно говоря, винный материал, из которого потом производилось вино. Зайдя буквально в любой из подъездов, в принципе, есть возможность попасть в пространство, которое настолько многослойное, настолько похоже на полимпсест, что очень любопытно и интересно изучать. Ну, наскальная живопись, которую мы здесь можем увидеть с вами, да, или там стрит-арт, это самовыражение сегодняшнего поколения. Это те метки, которые они оставляют, чтобы оказаться здесь еще раз, с любопытством потом отыскать свои собственные теги, которые они здесь наставили. А до этого ты смотришь, здесь есть частично советская плитка, где-то есть плитка из начала 20 века, и где-то мы увидим плитку середины 19 века. И, в принципе, вся территория винзавода, все эти разрозненные маленькие строения, выходящие на поверхность, они очень сильно похожи на какие-то такие грибы. Они, на самом деле, вросли в землю и объединены единым мицелиям, да, единой системой. Пространство Большого винохранилища – крайне интересная московская достопримечательность. Здесь редко кто бывает. И интерес этого пространства не только в том, что здесь редко кто бывает, потому что это бывшее производственное помещение, а в том, что ты оказываешься внезапно в абсолютно несоответствующем масштабе. Ты ушел от маленьких и уютных домиков на поверхности и попал в некоторое фантастическое, как в компьютерной игре, подземелье. Здесь все интересно. Разные детали, нанявящие греческий орнамент. Входишь в пространство бывшей цистерны, и действительно такое можно себе представить только в компьютерной игре. Прямо над тобой как раз заливная горловина. Все первые этажи у нас посещаемые, визитабл, да, потому что наша задача была чем-то связать и сделать это место комфортным именно для долгого времяпрепровождения. Чтобы здесь, на этой большой площади, человек мог комфортно себя чувствовать и не искать логистически, куда ему податься. Искусстволюбие должно как-то опережать искусствознание. Причем искусствознанию это не мешает. Я бы сказал так, что мы здесь в галереях такие солдаты на страже интересов художников. Поскольку задач у них очень много, они существа достаточно хрупкие, творческие, сложно очень организованные личности. Мы стараемся делать все, что нужно именно для того, чтобы он двигался в культуре и становился, правда, как можно более известным и востребованным. То, что вы из себя представляете, то вы и делаете. Где ваше сердце, там и вы. А живопись – это просто метод. Метод высказывания ничем не отличается от поэзии или от литературы, или любого другого высказывания. Это, знаете, все, что мы думаем, это все о жизни. Даже любые мысли о смерти – все равно это мысли о жизни. Один философ сказал, вы вдыхаете эту жизнь, вы выдыхаете эту смерть. Если не верите, попробуйте не вдыхать. Все. Пушницкого мы любим очень давно. Галерея с ним работает около 15 лет. Он художник, который каждому своему творческому жесту придает необыкновенный вес, интеллектуальный. Как мы раньше говорили про мудрецов или про каких-то людей, которые изменяют вообще наше восприятие жизни. Мы понимаем биологическую жизнь иначе через его работы. Мы понимаем какие-то пространственно-временные отношения иначе с помощью его живописи. Он на самом деле ставит многими своими работами человека перед ключевыми вопросами жизни и смерти. Все идеи мне приходят откуда-то сверху. Я могу себе позволить быть открытым миру и получать энергию и идеи просто непосредственно, так сказать, из пространства. Каждый может называть это своими именами. Я понял, что это абсолютно не банальная идея – возродить интерес к пейзажной фотографии. Потому что что греха таить? Большинство людей думают, что пейзажная фотография – это простой жанр, и каждый человек, у которого есть айфон или фотоаппарат, может сделать пейзаж. Накопив определенный архив пейзажей, я увидел, что они друг с другом взаимодействуют. После того, как я это понял, у меня началась просто гонка за пейзажами-дуэтами. Я искал вторую половину каждой первой половине, которую я видел. То есть я видел, например, айсберг, в котором природа сделала окна, и я сразу думал, а где я найду здание? И я ездил и специально искал это здание. И когда я находил, у меня было ощущение, что я нашел просто маленький бриллиант. Видео-арт – вообще-то это не кино. Видео-арт создают художники, которые используют в качестве инструмента видеокамеру. Не карандаш, не кисть, а видеокамеру. И очень часто художники отталкиваются в своих замыслах для своего видеопроизведения от картины, от скульптуры. Это может быть и нарратив, это может быть эксперимент с материалом, это может быть эксперимент с пленкой. Собственно, все, что угодно, что художник придумает сделать со своей видеокамерой. Не менее важное направление – стратегическое образование. В образование входят такие лабораторные форматы по художественной критике, по современной журналистике и вот наш новый проект – лаборатория новых медиа. Критики, ну, они как воздух вам нужны. Вы, начинающий зритель, когда приходите в пространство современного искусства, часто теряетесь, потому что оно может быть устроено самым непредсказуемым образом. Мнималистичная инсталляция, где-нибудь какой-нибудь предмет в углу и вот так текст на пять страниц, которые висит на стене. Вы на первой же странице умрете, я умираю, например, и дальше выставка для вас потеряла интерес. Это очень грустно. Но вот появляется профессионал, который, ну, во-первых, он сразу понимает, что это за предмет, почему он там находится. Во-вторых, конечно же, он этот текст прочитает. И он вам поможет с этим выстроить вашу коммуникацию. И ваша встреча с современным искусством, вот этот момент встречи, он будет уже не разочарованием, а эмоционально позитивным. Ну, вы знаете, мечт у меня много, она не одна. Мне, конечно же, очень хочется, чтобы это место было местом, где люди находят ответы на свои вопросы и получают те возможности, которые они не могут больше получить нигде. Мне мечтается, чтобы город перестал бояться современного искусства. Потому что этот страх, он заразный, он как инфекция распространяется по всему городу. Моя мечта, чтобы он исчез. Чтобы как-то так сделать, чтобы этого не было. Чтобы точно так же, как вы идете на концерт, слушать музыку, в театр смотреть спектакли или в кинотеатр смотреть кино, вы точно так же шли на выставку. И у вас не будет такой выску, о, не-не-не, давай сейчас это, да, без этого. Давай лучше там, не знаю, в кафе. Вот мне бы хотелось, чтобы это изменилось. Тогда точно изменится все. Мы рады здесь видеть абсолютно всех, кто хочет разобраться в том, что такое современное искусство. Современное искусство, выставляемое в таких стенах, приобретает совершенно новое звучание. Дело в том, что поспорить с этими пространствами очень сложно, если ты не выразителен. И в нашей сегодняшней жизни растет новое поколение, которое все больше верит настоящему артефакту. И вот для меня пространство сыромятников стало совершенно новым и предопределяющим. Хотя это прошлое, казалось бы, ушедшее, но все равно диктующее настоящее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok